здравствуйте друзья мы со светланой отвечаем на вопрос нашего зрителя как вопрос этот был а заглавлен деньги или карьера вот так и письмо большое я попробую значит своими словами изложить а светлана меня поправит у нее письмо в руках она точнее значит значит человек работает орак ласки в тебе в какой-то организации он там есть вот что-то в киргизии он там единственный он там типа крутой организация заплатила за его обучение куда-то он там ездил не знаю да повышал квалификацию по условиям контракта на повышение квалификации он должен четыре года отработать в своей конторе или соответственно там чего-то может быть должен и денег я не знаю и да и в то же время да он три года там проработал уже после после учебы ему не спешат повышать зарплату что в общем как бы тоже понятно но занимается интересным делом то есть ему интересно и он чувствует что он растет там и так далее в то же время его приглашают сейчас на работу в другое место где предлагают ему больше денег где он же не будет одним а будет там их несколько двое вот и он уже не чувствует себя таким вот как бы синер левела и подозревает что там хоть и больше денег но в профессиональном плане он как бы не получит того что получает в первом месте ночью какой-то вот такой вопрос то есть понятно что ему хочется с одной стороны чтобы заниматься интересным делом и расти профессионально с другой стороны ему хочется и денег тоже вот а совместить как бы у него нет не получается согласно вот этого рассказа вот если положил не в киргизии а может москве или там в питере ну я имею ввиду в таком большом месте группа крупном где можно поискать так чтобы найти зарплаты с какими-то профессиональными интересами видимо вот он так как-то живет в таком пространстве достаточно замкнутым вопрос о приоритетах и он спрашивает как с этим в кремниевой долине да да у нас как бы с этим проще нужно с не оплачивать наниматель только военным оплачивать что именно обучение на военные да действительно они обязаны отработать какое-то количество лет и быть мы обязаны там и служить не бы подожди у нас тоже есть тренинги которые оплачивает работодатель если что не слышал такого же мы не обязаны после этого сколько-то нет безусловно они не обязаны ничем то есть тебя работ работодатель если он тебя куда-то послал ты ему ничем абсолютно не обязан вас нет такого чтобы за это там он должен был что-то ему такое вот взаимно-замена что ты причем тут армия мы же не об этом вот про армию мы вообще ничего не говорим значит на гражданка такого нет то есть это какие-то сугубо киргизские там дела мы тебя заплатили а ты теперь уйти не можешь здесь конечно так не будет но с точки зрения приоритетов я думаю что и в киргизии и в калифорнии и там и в париже пройти у людей все время такой как бы происходит спор внутренний да то есть с одной стороны хочется денег с другой стороны хочется расти профессионально если которым хочется денег а расти не хочется и вообще работать не хочется но хочется денег такие тоже есть но это отдельный разговор мы сейчас не об этом значит мое как-то внутреннее да убеждение состоит том что там где есть высокая квалификация там деньги приложатся то есть скажем так деньги без того чтобы квалификация была очень не стабильная штука потому что в любую секунду она вот так колыхнется куда-то в ту сторону в эту сторону и ты окажешься без работы и вдруг выяснится что тебе сильно переплачивали что с тем что ты там знал ты реально найти ничего не можешь над на те же деньги и есть такое понятие рыночная цена вот у всего есть рыночная цена хуже всего когда нету рынка понимаете когда цена не рыночная когда она назначается вот этим оксакалом вот тем там оксакалом тут еще кем-то пойти вот он назначил цену и все а тебе деваться некуда ты или берешь или не берем вот поэтому я сторонник как бы рыночных отношений в этом деле и сторонник хорошего здорового рынка который стимулирует людей приобретать знания потому что в нормальном рынке тот у кого знаний больше у того и денег больше не должно быть по-другому понимаете это аномалия когда по-другому это может быть на протяжении какого-то незначительного отрезка времени когда человек скажем так знание уже пошли но он еще их не капитализировал да нет не конвертировал как бы не монетизировал да сейчас современное слово знание уже есть а он их не монетизирует но они у него есть и он может их монетизировать если у вас есть например килограмм золота в слитках вы можете продать за деньги а можете держать золото это ваше дело но он у вас есть вот так вот существенно существенным как бы ключевым к ответу на этот вопрос для меня является то что у тебя есть что продать а не то что тебе в каком-то месте дали больше чем ты например реально мог бы получить на рынке просто потому что вот у этих людей например там им приперло и они уже готовы заплатить больше до того момента когда найдут кого-то кто сделает это за рыночную цену а может быть даже и ниже рыночной цены и так далее то и тогда ваше уже не пляшет поэтому не всегда не всегда человек как бы соответствует по доходам соответствует рыночной цене того что он делает это это не такой процесс не обновляющийся каждый день или каждый месяц но тем не менее в целом вот в рыночной экономике она так работает поэтому в рыночной экономике я это так вижу в экономике не рыночная я не знаю чего сказать тут я уже как бы совсем сказать не знаю мы жили в нерыночной экономике в ссср там люди работали всю жизнь на одном месте они в рабочее время занимались очень многими вещами не связанными с работой какие-то профсоюзные дела какие-то комсомольские там партийные они закусывали выпивали они ездили в колхозы помогать значит там колхозникам собирать картошку или там на овощные базы ходили перебирать гниющие овощи или фрукты и тогда то есть была такая интересная жизнь вне рыночная во вне рыночной жизни было дешевле там скажем послать инженеров собирать картошку в поле вот если подмосковье там скажем сентябрь месяц дожди и вот эта картошка там ее вилами оттуда эту картошку из из такой из земли давилами втыкаешь там а уже несколько картофелин на виллах там пока втыка в общем чё говорит и вот это была нерыночная экономика и не дай бог вообще человеку вот так родиться и жить вне рыночной экономики такому который мог бы и в состоянии был бы работать и что-то делать продуктивно и что он оказался вне рыночной экономики это хуже нет потому что никому он не нужен он не ценен там и вот наверное я бы на этом таком обобщении таком закончил и я считаю что это ключ если вы этим ключиком будете пользоваться то наверное многие вопросы вы увидите вот в каком-то таком свете в котором я их вижу счастливо и знаете как хочется тостом сказать что выпьем за то чтобы наши финансовые возможности соответствовали нашим так сказать рыночным навыкам счастливо и у и у